Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу продолжить актуальную на данный момент тему вопросов психологии, которые уже частично до меня затронули мои коллеги. Собственно, это тема «Психологические аспекты оптимизации деятельности медицинской сестры детского онкологического отделения». В настоящее время к специалистам, работающим в помогающих профессиях, в частности к медицинским работникам, предъявляются достаточно высокие профессиональные требования с целью оказания качественной квалифицированной помощи. На сегодняшний день подготовка медицинских кадров осуществляется на основе междисциплинарного подхода, то есть комплекса знаний и наук о человеке, где одной из важнейших является психология человека. Практическая деятельность медицинских сестер многогранна и многоаспектна. Рассмотрим основные из них. Работа среднего медицинского персонала связана с чрезмерными нагрузками, которые обусловлены суточными дежурствами, сопряженными с высоким нервно-эмоциональным напряжением, то есть высокой ответственностью за выполнение профессиональных задач, требующих постоянной мобилизации и готовности к деятельности. Состояние нервно-эмоционального напряжения может оказывать негативное влияние на выполнение профессиональных задач. Формируются негативные эмоции, которые зачастую переносятся на пациентов, что в свою очередь сказывается на качестве оказания медицинской помощи. Работа нашего отделения связана с особой категорией пациентов, с онкологически больными детьми. Важный вопрос взаимодействия медработника и ребенка заключается в его возрастных особенностях и отягощенном анамнезозаболевании, где зачастую для доверительных отношений оказание помощи недостаточно житейского опыта общения с детьми. Личность и мышление ребенка значительно отличаются от взрослого. Дети не умеют формировать жалобы, а у детей дошкольного возраста вообще отсутствует осознание болезни в целом. Чаще всего дети испытывают страх и тревогу, что во многом затрудняет работу при выполнении профессиональных задач медицинских сестер. Медицинский персонал работает не только с пациентами, но и оказывает методическую помощь сопровождающим лицам, то есть родителям. Родители нередко провоцируют конфликтные ситуации между собой. Сформированный ими конфликт может переключаться на детей и медицинский персонал. Разрешение возникающих конфликтных ситуаций, создание благоприятной обстановки и хорошего психологического климата на отделении ложится на плечи медицинских сестер. Как мы можем работать в таких условиях и сохранить свое профессиональное здоровье? Давайте обратимся к самому понятию, что такое профессиональное здоровье. Это, прежде всего, способность организма сохранять необходимые компенсаторные механизмы, обеспечивающие профессиональную надежность и работоспособность во всех условиях профессиональной деятельности. Согласно проведенным исследованиям, уровень заболеваемости работников здравоохранения превышает по большинству показателей заболеваемости других профессиональных групп населения. Причина данного явления связана с профессиональным стрессом. Стресс медицинских работников вызван рядом специфических особенностей их профессии. Это огромная ответственность за жизнь и здоровье пациентов. В нашем случае это особая категория пациентов – дети. Длительное нахождение в поле отрицательных эмоций – это страдания, боли, отчаяния и раздражения, которые так или иначе передаются медицинскому персоналу. Это неравномерный режим работы часто с ночными и суточными дежурствами, что нарушает естественные биоритмы труда и отдыха и негативно влияет на адаптационные возможности организма. Снижение работоспособности организма человека осуществляется на всех уровнях его регуляции. Основными из них являются физиологическое истощение, которое сопровождается быстрым утомлением, снижением уровня внимания. Нервно-психическое истощение, выражающееся в ухудшении эмоционального фона, активности и настроения, проявляется раздражительность. С целью сохранения и повышения работоспособности в настоящее время физиологами и психологами разработан комплекс медико-психологических мероприятий. В первую очередь это, конечно, соблюдение режима труда, отдыха и питания. Особенно важным моментом является соблюдение водно-питьевого режима. При стрессе организм очень сильно обезвоживается. Физические мероприятия. Это дозированные физические упражнения для сохранения высокой подвижности позвоночника и снятия нервно-мышечного напряжения. Контрастные температурные воздействия. К ним относятся баня, сауна. Они рекомендуются дозированно примерно один раз в две недели. Конечно же, это классический оздоровительный массаж, массаж биологически активных точек, дыхательные гимнастики и так далее. Психологические мероприятия. Это музыкальное кондиционирование, то есть прослушивание любимой музыки. Оно является мощным средством, повышающим настроение и активность. Психическая саморегуляция. Используется для оперативного снятия утомления и эмоционального напряжения в сложных условиях деятельности. Повышает устойчивость к действию стресс-факторов, регулирует мышечный тонус и ритм дыхания. Аутогенная тренировка. Самовнушение. Она способствует уменьшению тревоги, нормализует процессы возбуждения и торможения, улучшает сон. Также рациональная психотерапия осуществляется исключительно специалистом-психологом. Это помогает в изучении особенностей собственного эмоционального реагирования, мотивации и специфики формирования личностной системы отношений. Коррекция собственных форм поведения. В целом комплекс данных мероприятий обеспечивает относительную стабильность эмоционально-волевых компонентов. Применяется в целях профилактики нервно-психических расстройств в различных условиях деятельности. Вот некоторые рекомендации. Больничная обстановка оказывает негативное влияние на психику, эмоции и поведение ребенка. Дети страдают из-за отсутствия в больнице условий для удовлетворения своих интересов, духовных запросов и занятий любимым делом. Во время болезни ярко проявляются недостатки воспитания ребенка. Его эгоизм, нездержанность, капризность, слабый контроль разума над чувствами. Также у ребенка временно может ограничиваться способность к самообслуживанию. У большинства детей одной из основных причин негативных эмоциональных реакций является чувство страха перед возможной более непонятными ими медицинскими манипуляциями. Особенно если они видят в руках шприц или другие инструменты и аппараты. В подготовке детей к процедурам велика роль медицинской сестры, которая проводит с ними значительную часть времени. От ее знаний и умений зависит эмоциональное восприятие проводимых с ребенком манипуляций. Существует ряд рекомендаций для формирования положительного восприятия, снижения чувства тревоги и отвлечения внимания. Одним из таких приемов является терапевтическая игра. Игра является важной частью жизни ребенка и поэтому помогает ему преодолевать беспокойство и тревогу. Употребляйте в разговоре с ребенком хорошо знакомые для него фразы и привычные телесные манипуляции, например, поглаживание. Это формирует у ребенка ощущение безопасности и привыкание к действию медицинской сестры. Установление и поддержание периодического зрительного контакта с ребенком. Это также формирует доверительные отношения. Особенно это важно для детей от года до трех, так как дети ориентируются и запоминают контактирующие с ними лица. Важно при этом сохранять положительную направленность. Не произоясните слово «больно». Старайтесь заменять это слово, например, «терпимо». Данная методика настроит ребенка на то, что он сможет справиться с возникающими ощущениями. Восприятие времени. Маленькие дети не имеют представления о времени, поэтому время процедуры можно связать со сном. Например, это будет после сна. Обязательно одобрять поведение ребенка во время процедуры, употребляя такие слова, как «Очень хорошо, мы справимся». Это является для ребенка значимой социальной поддержкой. Дать ребенку возможность выполнить манипуляцию со своей куклой, если это возможно. Это также укрепит доверительные отношения и сформирует у ребенка ощущение безопасности. В большинстве случаев присутствие мамы также дает очень хорошие результаты. Ребенок очень быстро перестает переживать, и его поведенческие реакции не меняются. То есть он очень быстро приходит в себя или спокойно относится к процедуре. Безусловно, я не смогу дать всех рецептов для различных ситуаций, возникающих в медицинской практике. Ведь каждый пациент – это личность с определенным отношением к болезни и рядом других социальных и человеческих факторов. Взаимоотношения с родственниками – весьма сложный и ответственный аспект работы медицинской сестры, особенно когда возможности излечения ограничены. Так как сейчас чаще всего ребенок находится на лечении вместе с мамой, мы имеем возможность целенаправленно использовать ее полезное влияние на ребенка, обеспечить ее активное участие в организации лечения и создании благоприятной психологической атмосферы, которая способна создать только мать. Часто у самих родителей проявляется чувство тревоги, слезы, невольное повышение интонации в разговоре, снижение внимания, притупление реакции на окружающее. Все это формирует дополнительное напряжение для ребенка и может явиться причиной конфликтной ситуации с медицинскими сестрами. Существует ряд психологических приемов переключения внимания и стабилизации эмоционального состояния родителей. Для родителей особо тревожного типа личности рекомендуется организовать рассказ о ходе и течении беременности. Но это как вариант. Об особенностях развития ребенка в первый год жизни. Попросить вспомнить эмоционально положительные моменты, знаменательные истории жизни ребенка. Это позволяет сформировать положительный фон настроения и отвлечь от негативных мыслей. Смена мысли и включение в деятельность. Можно обратиться с просьбой переложить что-то с места на место, попросить принести что-либо. То есть новые действия и двигательная активность являются мощным стимулом для ухода от негативных мыслей. Прием, одобрение, поддержка. Вы не одни. Говорить с родителями нужно просто, не употребляя сложных терминов и помня, что осторожность в словах выше красноречия. В условиях, когда формируется конфликтная ситуация со стороны родителя, вы должны придерживаться поведения согласия, то есть не реагирования на провокацию и всевозможными способами уходить от конфронтации. Деятельность медицинской сестры детского онкологического отделения связана со сложнейшими условиями труда, факторами которого являются чрезмерные психоэмоциональные нагрузки и высокая личная ответственность за выполнение профессиональных задач. На основании вышеизложенного можно заключить, что знания в области психологии человека во многом могут облегчить и повысить качество проводимых манипуляций при взаимодействии с пациентами. И самое главное, могут раскрыть возможности для развития собственного потенциала медицинских сестер с точки зрения сохранения работоспособности и профессионального здоровья. Профессия медицинской сестры детского онкологического отделения самая благодарная, потому что получаешь двойную благодарность – улыбку на лице выздоравливающего ребенка и бесконечно счастливые глаза родителей, которым вернули к жизни их ребенка. Спасибо.